Здравствуйте дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас на канале ПАР. В этом видео хочу представить вам растение с красивым названием Элладея и немного о нем рассказать. Пожалуй, это одно из самых простых в уходе и содержании аквариумное растение. Идеальный вариант для новичков. Хороший вариант для нерестилища, где требуется растение. Да и выглядит оно привлекательно. Более того, это растение может расти и в грунте, и просто плавать у поверхности воды. Но давайте обо всем по порядку. Естественно, у каждого растения есть какие-то определенные требования к содержанию. Только у одних их много, а у других нет. Элладея пусть и не требовательна к условиям содержания, но кое-какие нюансы аквариумистам знать просто необходимо. В противном случае растение может погибнуть. Помимо этого, нужно знать, что Элладея достаточно хрупкое растение и его достаточно легко сломать. Конечно, оно от того, что сломалось, не погибнет и будет продолжать расти, но все же. Еще один нюанс касается тех, кто любит подсаливать воду. Элладея соль не переносит. Растение попросту гибнет. Соответственно, чем больше концентрация соли, тем быстрее происходит процесс. Напомню, что есть масса способов обработки аквариумных растений перед тем, как опустить его в основной аквариум. Один из способов – это как раз-таки обработка солью. В случае с Элладеей этот способ, соответственно, неприемлем. Второй важный момент – это температура воды. Не секрет, что многие рыбки чаще-то встречаются в аквариумах с живородками, развиваются и плодятся быстрее в воде с температурой 28-29 градусов. Такая же температура в тропических аквариумах. Увы, для таких аквариумов Элладея – неподходящее растение. Ее листочки при такой температуре становятся тонкими, потом прозрачными и в итоге растение погибает. Идеальная температура для Элладеи колеблется в диапазоне от 16 до 24 градусов. Но тут нужно знать, что есть несколько видов Элладей, и некоторые из этих видов могут пережить и более высокую температуру. Часто бывает и так. В магазине это растение выглядит просто шикарно. Вы его покупаете, приносите домой, и через пару дней оно становится вялым и блеклым. Вы смотрите на температуру воды, и она в норме. В чем же причина? Если температура воды в норме, ничего бояться не стоит. Такое часто бывает с Элладеей из-за резкой смены жесткости. Ну, скажем, в магазине вода была очень жесткая, а в вашем аквариуме мягкая. Элладею это подкосит, но ненадолго. Пройдет немного времени, и она опять позеленеет и обретет прекрасный внешний вид. Вообще, по большому счету, этому растению без разницы. Какая жесткость воды, какая кислотность и какой объем аквариума. Единственное, что ему нужно для активного роста, это свет. И чем ярче будет свет, тем быстрее она будет расти. В живой природе, где рост этого растения стимулирует солнечный свет, оно разрастается так быстро, что люди его называют водяной чумой. Хотя это растение родом из Канады, в нашем современном мире оно встречается и в Европе, и даже в России. В аквариуме мистике Элладея выполняет не только декоративную роль. При всей своей неприхотливости оно имеет массу плюсов. Например, Элладея способна накапливать внутри себя радионуклиды и соли тяжелых металлов. Также Элладея очень интенсивно потребляет органику из воды, отходы жизнедеятельности аквариумных жителей, а выделяет в воду вещества с бодкорицидными свойствами. Конечно, как и любое другое растение, Элладея насыщает воду кислородом. Но и это еще не все. Элладея чудесным образом способна на себе задерживать мелкие частицы взвеси, выполняя роль своеобразного фильтра. Это с одной стороны хорошо, меньше мути в аквариуме, но с другой, если в аквариуме нет сомиков, которые будут все это дело подъедать, Элладея может полностью покрыться мусором. Смотреться это будет, конечно, некрасиво. По этой причине Элладею лучше всего размечать в аквариуме так, чтобы в любой момент ее можно было выточить и промыть. Рассказывая про это растение, мне хочется остановиться на одном, на мой взгляд, важном моменте. Дело в том, что в интернете часто можно встретить информацию о том, что Элладея содержит в себе сок. Он же супер мощный яд, который якобы может погубить рыб. То есть это растение растет достаточно быстро. Его периодически необходимо подстригать. Подстригли, не вынимая из аквариума, все. Всем рыбкам хана. Я решил наглядно показать, что это не так. Перед вами емкость, в которой налито 500 грамм воды. В этой емкости малек гуппи, растущий молодой организм, еще не окрепший и слабый. Кромсаю как только можно Элладею в этой емкости и вуаля, малек жив. Прошел час, малек жив. Три часа и ничего не происходит. Возможно, повторюсь, возможно, Элладея из дикой природы, накопившая себе какие-то химикаты, и погубит рыб. Но никогда Элладея аквариумного содержания не повредит аквариумных жителей. Более того, многие аквариумисты скармливают Элладею золотым рыбкам. Так что не обращайте особого внимания на подобные заявления. На этом видео подошло к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!